всем привет все занимались рубкой дру она бывает что получается получается вот что топорик начинает вылазить или какая-то ручка начинает вылазить вот видны места и от этого проблемы как с этим бороться вот у меня был топорик а почему был он и есть уже старый тут скоро придется заваривать вот так вот я его заклеил это ручка была еще хуже она даже вот так и раз и она соскакивала вот заклеил ее сейчас покажу как это я сделал уже два года ручку я эту топорище я это хотел выкинуть но потом решил поэкспериментировать это уже два с лишним года работаю даже не шелохнется как это все получилось давайте посмотрим для того чтобы топорище слезла самого топора немножко порубим дров как как раз оно и сойдет она слазит тут уже она начинает шевелиться топор стопорище не хочет сходится долго не будем чуть зажмем и будем выбивать для этого понадобится молоточек и колотузка вот кстати смотрите та же самая беда как ты там саморезал кучу не накручивая все равно это слетает и приходится это дело поправлять но я этим молотком редко подвиж вот не дошел в итоге добились мы искомого топор топорище вот клинышек металлический это осмотрим принципе топорище конечно недорого стоит можно пойти новое купить но судя потому как предыдущие у меня вот он предыдущий мой топорик который я топорище хотел выкинуть тут вообще было жить у так им потряс и она сходила я его тут отпиливал она была вот такое когда-то отпиливал отпиливал но тем не менее осталось что и как я делаю все просто и банально до смешного а также дешево все можно сделать в условиях простейшей мастерской что для этого надо я сейчас все покажу этих целей нам понадобится фен у меня вот такой простой дешевый китайский естественно тиски исходные и вот такой термоклеевой пистолет тут у меня температура регулируется вот он пытается начинать греться входить в режим температурку в данном случае можно поставить чем больше тем лучше цвет и клей собственно разницы не играет роли никакой такой у вас есть таким и пользуетесь пистолет входит в режим я ему туда градусов накрутил побольше где-то 170 нам понадобится кувалдочка потяжелее ну и начинаем вот здесь вот мы видим всякие кусочки треснутого дерева это даже неплохо это даже хорошо начинаем потихоньку работать начинать будем вот сюда с топорища сейчас его будем прогревать и напичкивать клеем поехали потихонечку начинаем греть прогреваем попробую нагреть градусов хотя бы до 100 если получится и можно уже наносить клей греться даже больше будем считать что хорош наносим клей и железка нагретая и клей нагретый это очень хорошо не знаю будет видно или нет вот примерно так клей кончился заряжаем новый вот как то так сейчас еще там прогалинка есть внизу еще туда напхаю прогреваем теперь вот эту железочку и набиваем это для того чтобы она на горе через клеем заходила вот так вот он такой же молоток то же самое только черным клеем был сделан уже не один год пользуюсь вот ничего никуда не не шелохнется вот он топор чего я начинал показывать вот эта ручка топорище надо было выкидывать на нем просто вот так слетало и все прекрасно работает такой вот метод просто легок в повторении это же касается и молотков любых и всего вот не надо покупать какие-то дорогостоящие клей и герметик вот так вот можно фен термо клей и все готово вот такой простой легкий способ восстановить инструмент в нормальный вид ну вот настало время испытать что я тут наделал я особо даже не чистил все эти остатки клея вот сейчас посмотрим на что что из этого получилось вот вот Продолжение следует... Ну вот, все дрова порублены, и как мы видим, ничего не сдвинулась ни на йоту. Все так, как и должно быть. Вот такой простой и легкий способ. Можно убрать все вот эти нюансы ненужные и спокойно работать. Такую кучку я нарубал дров. С топором все в порядке. Вот еще покажу то же самое. Молоток года два назад сделан. Все время он у меня соскакивал. Так что, ребята, вот так легко и просто при помощи клеевого пистолета, при помощи вот такого вот термоклея, который везде продается, ну и еще вон он фен валяется. Вот, можно легко и просто и молоточки подправить, и топоры, и много еще чего подправить. И будете работать в свое удовольствие. Вот очередной кандидат на починку. Как мы видим, он уже тут шевелится. Молоточек давнишний у меня, карпоинт. Надеюсь, что видно. Хороший молоточек. Но он уже лет 5-6-7 работает и немножко устал. Еще более старый молоток. Я думаю, что на год или полтора. Днепродентовский. Тут все в порядке. Есть смысл. Также этот молоточек немножко довести до ума, чтобы он работал и не раздражал вот этими своими шевелениями. Процедура стандартная. Вот у меня тут тиски таким образом сделаны. Чуть-чуть я подожму. Он шевелится, тем не менее, опирается на губки. Надо по диаметру подобрать то, что надо. Вот то, что надо. Пришлось поменять инструмент. Порядок. Вот в итоге, что мы видим. Я даже вот этот клинушек трогать не буду. Чуть-чуть тут сейчас пошкурю. И будем делать процедуру восстановления. И еще такая шкурочка 240-я. Ну вот они, кромочки. Стали более изглаженными. Вот отсюда я пластиковую насадочку снял. Дабы, когда будем греть, чтобы она не разрушалась, не деформировалась. Поехали. Маленькое лирическое отступление. Куда ни ткнись. У меня в гараже всегда тепло. Куча инструмента, которая требует такой доработки. Вот я этим и займусь. На досуге. Любимый мой пистолетик. Включаем. Сейчас он войдет в режим. Опять же, чтобы вот здесь было аккуратней, я подмотаю, наверное, здесь скотчем, дабы внешний вид не портить. А пока пусть пистолет входит в режим. Нагревается. Обычный малярский скотч. И по вот этой вот кромочке надо взять, закрыть. Достаточно. Сейчас пистолет в режим войдет, когда лампочка погаснет полностью, значит клей разогрелся. Немножко надо подождать. Пистолет в режим вошел. Вот так, чтобы руки не обжигать. Вот такие два удлинителя. И греем. Кстати, вот эта насадочка плоская, она там прям с выборкой внутри. То есть она посажена на горячую и видно. Достаточно. Сильно много клея там не надо. Это все лишнее. Еще раз прогрею. Теперь прогрею немножко ручку. Не знаю, видно там, не видно. Вот в эти места немножечко заполнить пазухи. Большого количества клея необходимости нет наливать. Еще раз прогреваем. Переворачиваем и набиваем. Все, до убора. Лишний клей везде вышел, как мы это видим. И сейчас на горячую прям все это можно снять. И будет вот лишний клей у нас остался на скотче. А здесь все у нас чистенько. То же самое и здесь. Я сейчас подуберу. Чуть-чуть тут в пазах осталось. Я сейчас закапаю. Небольшие отверстия остались. Теперь просто надо дать время, чтобы это все застыло. Все, работа выполнена. Этот молоточек, я надеюсь, еще долго послужит. А вот так, когда инструмент в таком виде находится, это уже неприятно. Как мы видим, он туда-сюда ходит. Сейчас я этот молоточек приведу в порядок. Но не буду удлинять видео. Уже понятно, о чем идет речь. И как этого избежать. И что это легко и просто делается. Так что, ремонтируйте в свое удовольствие свой инструмент. Легко и просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова